Охота на ведьм. Именно так можно назвать борьбу городской власти со строениями на побережье Одессы. Почему-то Алексей Костусев избирателен в выборе заведений, которые подлежат сносу. То, что строилось на протяжении зимы на пляжах города, городской голова не трогает. А вот те заведения, у которых, по всей видимости, нет серьезной крыши, идут в расход. 23 мая на пляже Лузановка было снесено достаточно крупное строение, а не обычная будка. Во главе с Костусевым за всем этим наблюдал почти весь состав Одесского исполкома. Алексей Костусев постепенно переходит от слов к делу. Обещания расчистить пляжи от строений для одесситов и гостей города начали воплощать в жизнь. Все хорошо, если бы не некоторое «но». Все это напоминает избирательное правосудие. Ни для кого не секрет, что у большинства строений в прибрежной зоне полный пакет документов отсутствует. Его просто физически невозможно сделать. 23 мая городской голова устроил показательный снос одного из заведений на пляже Лузановка. Все незаконное, что построено на побережье, будет снесено. Это первое. Доступ к морю будет открыт каждому одесситу. Это второе. Проход вдоль воды, уреза воды, будет доступен всем отдыхающим. Вот эта позиция. И я думаю, что сегодня уже никто не сомневается. Все, что я пообещал, я выполню. Впрочем, у одесситов сомнения есть. Почему-то Костусев не сносит, например, стройку на пляже Лонжерон, где за зиму выросло трехэтажное строение. Или в Аркадии, так называемую подпорную стену пляжа Портофина. Тоже в несколько этажей. Юрист городского совета сообщил, что строение в Лузановке признано судом незаконным. Поэтому муниципальная власть решила демонтировать его. На месте работ найти судебных исполнителей почему-то не удалось. Да и сам юрист на камеру общаться отказался. А люди, близкие к собственнику строения, говорят, что дело касательно законности этого сооружения до сих пор в судах. Все это наводит на размышление, что городской голова сносит строение тех предпринимателей, у которых нет серьезной крыши. Да и сами одесситы не в восторге от таких действий муниципальной власти. Я сегодня вижу, как трактор грузит сооружение, рушит просто. Я думаю, что это неправильно. Потому что неважно, кто хочет это место занять. Его можно... ведь каждый кирпичик строить, фундамент поставить. Это колоссальная работа, это колоссальные затраты. И сегодня вот я делаю легкую пробежку по берегу моря. Пришла немножко оздоровиться. И с этим вот это мне не нравится. Даже те, кто далек от интриг горсовета, понимают, что в данном сносе что-то не то, неправильное. Политикой не занимаюсь, не голосую, потому что я никому не доверяю. Я со всеми на расстоянии протянут руки. Вот дружу с морем, с музыкой. Вот это меня очень напрягает. Хочется напомнить чиновникам с Думской площади, что пляжный сезон начался 15 мая. И сносить либо строить новые сооружения в этот период совсем неправильно. Где была команда так называемых профессионалов до начала сезона? Да и снос заведения, которое уже третье лето не работает, в этот период выглядит как минимум странно. Все-таки хочется увидеть, как Костусев снесет те заведения, которые действительно наглым образом застраивают пляжи Одессы. А о таких мы говорили ранее. Да и сам Алексей Алексеевич знает, но ничего не предпринимает. Вадим Тютюкин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.